Открытый диалог власти и населения. Такова цель встречи руководства района с жителями. Мероприятие проводится традиционно. На этот раз уже девятая встреча прошла в поселке Литвиного сельского поселения Трубинское. Подобное общение с населением лежит в основе одного из принципов губернатора региона – открытая власть. Когда мы вас слушаем, когда мы вас слышим, когда вы выстраиваете приоритеты в решении тех или иных задач в своем месте жительства, тогда, я думаю, что у нас получается хороший результат. Мы должны сверить часы, услышать проблемы, попытаться здесь найти пути решения проблем или вспоминать главную перспективу. Поддержка районного руководства. Ни одного вопроса еще не было, чтобы они дали не поддержку или в каком-то понимании, вплоть до моральной и такой серьезной поддержки решения вопросов в области. Диалог в открытом формате. Многие из присутствующих стремились задать вопрос представителям местных и районных органов власти. Часть обращений касались работы местной управляющей компании «Эверест». В целом жители недовольны работой организации. Даже сантехника не могут вызвать месяцами. Через диспетчерскую, по заявкам в журнале, не то что не являются, а вообще никак не реагируют. Вы представляете, Литвинова зарастает. «Эвересту очень много проблем. Мы это видим на горячей линии. Но в любом случае, если они не изменят отношение к работе, они здесь работать не будут». Сильно волнуют жители. И еще один вопрос. Сроки ввода в эксплуатацию дома номер 14. Первый дом номер 13 компания-застройщик сервис «Строй» в эксплуатацию сдала. А вот с 14-м задержалась. Несмотря на отсутствие разрешительной документации, здесь уже третий год живут люди. Из-за финансовых проблем застройщик прежде не мог как следует подвести коммуникации. Сейчас занимается вводом в эксплуатацию котельной. Встреча с инспектором Ростехнадзора запланирована на 25 мая. «Как только, если даст Бог, завтра нам подпишет эти документы, ничто нам не мешает решить вопрос, связанный с получением справки о выполнении технических условий по теплоснабжению. Как следствие, заявляться по 40-й надзор по вводу в эксплуатацию второго дома. Я имею в виду данную ситуацию дома номер 14». «Я думаю, что этот вопрос, как нам сказал уже застройщик, в ближайшие месяцы-два будет доведен до логического конца. То есть жители будут обеспечены, во-первых, теплом по постоянной схеме, потому что это была проблемная такая тема. И уже будет на полных основаниях юридических быть возможность оформить это жилье в собственности». Немало вопросов на встрече касалось и качества дорожного покрытия в поселении. Так, многие жаловались на разбитые подъездные дороги к садовым и дачным товариществам. Кроме того, озвученные на встрече обращения касались и тем здравоохранения, строительства спортивных объектов и других. На вопросы представители органов власти дали ответы и пояснения. Нерешенные взяли на контроль. В целом мероприятие жители района признали весьма эффективным. «Это очень важно, потому что вживую люди могут высказать свои проблемы. Проблемы, те, которые наболели, которые не решаются годами». «По мне так кажется вообще очень замечательно. Узнаешь и задаешь свои вопросы, в принципе, получаешь ответы сразу». Дариса Снегова, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».